Организация содержательного и полезного досуга несовершеннолетних в летнее время, популяризация пулевой стрельбы. Именно на это и направлены традиционные соревнования. А принять участие в них желают многие, кто предпочитает активный отдых. Кому интересно посостязаться в спорте со сверстниками. В нынешнем году на спартакиаде по пулевой стрельбе представили себя команды средних школ и гимназий Ленинского района, в составе которых ребята от 14 до 17 лет. Стрельба осуществлялась из пневматической винтовки в положении сидя, дистанция 10 метров. В Ленинском районе это восьмой раз каждый год летом. В первую очередь для тех детей, которые находятся на различных видах учетов, проводятся спортивные соревнования. Чтобы занять эту категорию детей, я считаю, это нужно делать. И как вы видите, сегодня здесь, в гостях в 27-й школе, находятся команды всех школ Ленинского района города Бреста. Тренируемся, стреляем, подсказываю выполнять все элементы при производстве выстрела. Курс допризывной подготовки один из самых любимых у юношей. Они с удовольствием спешат на уроки стрельбы, совершенствуют навыки и готовятся к состязаниям. Девушки занимаются этим видом спорта дополнительно. На ежегодной спартакиаде одинаково достойно показывали себя представители сильной и представители слабой половины. Судьи оценивали командный результат и личные рекорды участников. Кто-то участвовал в состязаниях несколько раз, кто-то проверял свои силы впервые. Молодые стелки с огромным интересом и азартом боролись за первенство. Турниры и спортивные игры в летнее время для детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и находящихся в социально опасном положении. Эффективная мера работы с подростками, вовлечение их в полезный досуг и пропаганда здорового образа жизни. В эти мероприятия мы стараемся максимально вовлечь детей, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и признанные находящиеся в социально опасном положении. Особенно тех, которых не получилось занять какими-то другими формами доступа, либо трудовой деятельностью.